Добрый день, коллеги! Очередная булочка у меня по ускоренной технологии на КМКЗ, на этот раз пшенично-ржаная. 30 процентов ржи и 70 процентов пшеничной муки. Напомню, во избежание недоразумений, что КМКЗ это не обычная закваска, и поэтому не пытайтесь испечь эти булочки на обычной закваске. Итак, КМКЗ можно взять прямо из холодильника, только перед использованием ее нужно погреть на водяной бане до комнатной температуры. Как приготовить КМКЗ, смотрим по ссылочке внизу под видео. А если у вас уже есть КМКЗ, то просто замешиваем все компоненты, которые необходимы для теста. Воду берем температурой около 38 градусов Цельсия. Концентрированная молочнокислая закваска является закваской бездрожжевой и не содержит в своем составе дрожжи. Поэтому она не в состоянии поднять и разрыхлить тесто. Используется при выпечке она в совокупности с хлебопекарными дрожжами. Вот которые я в данный момент и добавляю. Дрожжей на эти булочки берется в количестве 2 процента к весу муки на выпечку. Перемешиваем муку пшеничную, муку ржаную и ферментированный ржаной солод до однородного состояния. Ну вот поклонники бездрожжевого хлеба наверняка сейчас мне скажут, что у них закваска тоже бездрожжевая и она прекрасно поднимает и разрыхляет тесто. Дорогие коллеги, в вашей закваске отсутствуют только хлебопекарные дрожжи, но присутствуют дрожжи дикие, которые-то и разрыхляют тесто в вашем случае. Поэтому в обычной закваске дрожжи присутствуют всегда. А вот в КМКЗ они действительно отсутствуют и КМКЗ это единственная закваска, которая может официально называться бездрожжевого. Но если на ней попытаться испечь хлеб без добавления хлебопекарных дрожжей в том или ином виде, то самое лучшее, что вы наверное сможете испечь, будет плоская лепешка. Так что дорогие поклонники бездрожжевого хлеба, это видео ориентировано не на вас и пожалуйста отнеситесь с пониманием к тому, что на свете есть люди, которые применяют хлебопекарные дрожжи для выпечки и у них другие убеждения, нежели чем у вас. Температура брожения теста 30 градусов Цельсия, время брожения полтора часа. Накрываем тесто и помещаем его, например, в духовку и если температура недостаточно, включаем лампочку. Через полтора часа подпыляем рабочую поверхность мукой. Я подпыляю пшеничной. Тесто очень хорошо подходит за полтора часа, имеет приятный аромат и можно приступать к формовке булочек. Тесто для начала обминаем, чтобы удобнее было от него отрезать кусочки и только потом начинаем делить его на части. 8 булочек получится по этой рецептуре. Вес одного кусочка теста должен составлять 102 грамма примерно. Подпыляем лопатки, тесто клеится и отмеряем весами одинаковые кусочки. Количество КМКЗ на пшенично-ржаные булочки по сравнению с пшеничными булочками увеличено до 7% в пересчете на муку. На пшеничные булочки я брал 5%. Формуем булочки, подминаем сначала края к середине так, чтобы складки образовались сверху. После чего перекладываем булочку швом к низу и подкручиваем ее внутри руки, чтобы у нее натянулась клейковина. Чем больше ржи у нас идет на выпечку хлеба, тем больше КМКЗ необходимо взять в качестве подкислителя биологического. Пшеничная мука высоких сортов в подкислении не нуждается, а вот ржаная мука она требует подкислений, поэтому чем ее больше, тем больше нужно подкислитель. Перекладываем сформированную булочку на полотенце швом к низу и полотенце желательно подпылить мукой, чтобы булочки к нему не липли. И вот если при содержании ржаной муки около 30% в хлебе, КМКЗ можно взять прямо из холодильника, то при содержании уже 50% ржи к МКЗ необходимо перед использованием освежить. КМКЗ оказалось очень удобной при выпечке именно булочек, поскольку она может использоваться напрямую из холодильника. Приготовить булочки очень быстро, около двух с половиной часов занимает весь процесс, и мы независимы от того, что нам нужно освежать закваску, и такую выпечку не нужно планировать заранее, она может произвестись спонтанно. Подпыляем булочки сверху пшеничной мукой и ставим их на расстойку. Время расстойки около 40 минут при комнатной температуре. По окончании расстойки перекладываем булочки аккуратно на хлебопекарную бумагу, оставляя достаточно места между ними, чтобы при выпечке они не слиплись своими краями. Духовка к этому моменту времени должна быть хорошо прогрета до 250 градусов Цельсия, и при этой температуре мы и будем печь булочки на протяжении 20 минут. Пеку я на металлическом листе тонком, он быстро прогревается, и булочки получаются поджаристыми не только сверху, но и сверху. Добавляем пар. Пар держим на протяжении всей выпечки. Время выпечки около 20 минут. Ну что ж, булочки готовы. Они имеют темную корочку, темноватый мякиш благодаря ржаному ферментированному солоду и приятный аромат. Ну а я на этом с вами прощаюсь и до следующего раза. Субтитры сделал DimaTorzok